Привет! Это Николай из канала Лучший раз увидит. И сегодня мы вне все включенной Турции. Сейчас мы находимся в городе Мармарис. Это западней от Анталии, западней от Кимера. Давайте пройдемся, посмотрим, как вообще этот Мармарис живет. Ну, прежде чем начать, хочу сказать, что в нашем мире творится что-то невероятно ужасное. Вот уже месяц я не могу что-то поделать, опускаются руки. К сожалению, от меня мало что-то зависит, поэтому я решил продолжать делать то, что делал. Делать видео. Это единственная моя отдушина сейчас. Ну, давайте начнем. Сейчас мы находимся на набережной Мармариса и будем подходить все ближе и ближе к центру. Здесь по всей набережной находятся пляжи, лежаки, кафешки. Где-то полежать, чтобы забесплатно. Тут такое место очень трудно найти. Но, тем не менее, за 100 рублей можно на день арендовать лежак. И при этом вы еще получите любой напиток на выбор. Вот один из маленьких участков, который свободен. Почему он свободен? Потому что вот этот, например, отель не работает. Его, наверное, ждет какая-то реконструкция. Это, наверное, единственный отель на берегу. До Мармариса, в принципе, легко добраться, если вы из Москвы. Недалеко находятся два аэропорта. И оттуда есть прямые перелеты в Москву. А так как я из Нижнего Новгорода, выбор перелетов не такой огромный. Поэтому я долетел сначала до Анталии, а потом добирался автобусом 320 километров. Но это было не так мучительно, как кажется. Так как автобусы в Турции очень комфортабельные, есть интернет и даже кормят. Ну и цены на билеты не больше, чем в России. А виды за окном мне в новинку, поэтому ехать было интересно. Главное, не оставить свои вещи в автобусе, ведь вернуть будет проблематично. Сам Мармарис – это город-курорт с населением около 100 тысяч человек. Он находится в районе слияния Агейского и Средиземного моря. Так что сразу сказать трудновато, в каком море ты купаешься. Будем считать, что сразу в двух. Сам же город находится в закрытой бухте, окруженной горами. Поэтому тут не бывает больших волн. Что, конечно, большой плюс, если вы не серфер. Рядом с городом находится еще один городок Эчмелер. Там находятся более дорогие отели. И он более спокойный. Основными достопримечательностями в городе являются это старинный форт, улица баров, аквапарк и национальный парк. Почти везде мы побываем, а может быть даже и больше. Впрочем, обо всем расскажу по порядку. Как видите, тут такая закрытая бухта. И тут очень много яхт, катеров и все такое. Вот, например, мы стоим просто на пирсе. Классные виды, классные люди. Все, в принципе, добрые. На данный момент русских не так много. Но то и дело, ты встречаешь русскую речь. Не важно, какая она, украинская, белорусская или русская. Отель мы сняли не на самом берегу, но в метрах-двухстах от берега. Выбирали отель, чтобы был недорогой и приличный, по отзывам в приложении Booking. Ну и нам попался отличный отель за свою цену, да еще и недавно построенный. Поэтому все было новое, опрятное, чистое. Ну и вообще, все было на уровне. Все самое необходимое было. Завтраки, бассейн, чистота и интернет. Также мы отказались от системы «Все включено» и искали отель только с завтраком, так как нам хотелось попутешествовать, сменить несколько городов. Да и вообще, система «Все включено» привязывает тебя к одному месту. Так отдых напоминает день сурка. А Турция не только, чтобы покупаться, позагорать и поесть в отеле. Тут очень много и всего другого. Но, конечно, выбирать вам. По деньгам пакетный тур. С опцией «Все включено» выходит примерно так же. Кстати, насчет сервиса бронирования отелей Booking. Он не работает в России. Блин, договорился. Ну и в России он тоже уже не работает. Он не работает в Турции. Так что заказать отель на Booking прямо из Турции не получится. К сожалению, сейчас Booking не работает в России. Так что думайте сами, как это обходить. Например, поставить VPN или использовать совсем другое приложение. Например, Hotels.com. В Турции, как всегда, очень много кошек. Вообще. Но у них странность. С ушами что-то не так. Ну как не так? Почему-то они обрезаны. Тут специально уши обрезаны. Видимо, они очень часто дерутся. Продолжаем наше путешествие по Мармарису. Конечно, в такую температуру очень трудно находиться на солнце. Хотя и сейчас вот где-то 6 часов, но температура 39 градусов. То есть, ходишь от тенька до тенька. И вот в такой тенек мы и зашли покушать турецкую пиццу, пиде и просто суп. Очень быстро принесли суп из говяжьих внутренностей. Я же люблю эксперименты, так что давайте попробуем. Сразу муха прилетела на это. На внутренности говяжьи. Ну слушайте, рвотных рефлексов вообще не вызывает. И даже не похоже, что это какие-то там внутренности. Это какая-то там жидкая пюрешка. Как говорит моя бабушка, есть можно. В Турции вот такая турецкая пицца. Она, так, пицца-лодочка, пиде. Называется, мы взяли пиццу с сыром и с кусочками мяса. Все просто и... Просто и горячо. А вот лимон я забыл полить. Сама набережная Мармориса протянулась где-то на 4 километра. И вся набережная это пляж, заставленный лежаками, сквозная пешеходная дорожка, ведущая до центра, кафешки и рестораны напротив всей набережной. И, конечно, куча отелей. Начиная от простых до роскошных и дорогих. Чуть дальше от центра. И, конечно, народ ходит по этой набережной туда-сюда каждый день. А местные зазывалы зовут то в кафе, то купить экскурсии. Раннее время. Сейчас 8 часов вечера. Кафешки почти все пустые. Видимо, не туристический сезон, так сказать, невозможно. Просто народ куда-то делся. Из-за пожаров, либо из-за ковида. Это непонятно. Но для нас, обычных туристов, это, наоборот, хорошо, когда мало народу. И к тебе уделяют столько внимания. На главной площади города находится музыкальный фонтан. Днем – это просто место, возле которого можно приятно провести время в жаркий день. Вечером вода и струи поющего фонтана Мармориса освещаются красивой подсветкой. Фонтан пользуется большой популярностью среди жителей города. Шоу поющего фонтана начинается ежедневно в 9 вечера и длится примерно 30 минут. Здесь можно купить мороженое в Бургер Кинге и отдохнуть после испепеляющей дневной жары. Деньги доставать. В общем, взяли мидии по 20 рублей штучка, но это не простая штучка, но тут еще есть рис и полили чуть-чуть лимоном. Такое я пробовал уже в Кушадасах, мне понравилось, но не знаю, как вам, но приятного аппетита. Рис, лимон и чуть-чуть мидии. Что вы ожидали? Ну вот мы уже и добираемся до центра Мармориса. Здесь находится городской центральный базар, форт, улица баров, а также порт Мармориса. Тут как раз и находятся самые живописные места города, а именно часть сохранившегося старого города, который отличается от современной городской застройки. Ну и конечно же тут находится сама крепость. Она не такая большая и не особо впечатляющая, но все же без нее город смотрелся бы иначе. Построена она была в 1522 году и скорее всего она служила для защиты местного порта. В каждом крупном городе на побережье Турции можно увидеть что-то подобное. Но тут это смотрится особенно органично. Субтитры создавал DimaTorzok Мы прошли пристань кораблей, где можно взять кучу разных экскурсий. И так, например, экскурсия на корабле 6 часов по бухте и куда-то там вдаль в море стоит всего 10 долларов. И таких предложений просто пруд пруди. Опять уши обрезанные. А рядом находится яхтенная марина Netsal. Это одна из самых престижных марин Восточного Средиземноморья. В ней есть 720 мест для стоянки яхт на воде и 130 мест для стоянки яхт на берегу. Марина принимает яхты длиной до 90 метров и предлагает полный набор сервисов по обслуживанию и ремонту яхт. В качестве дополнительных сервисов предлагается плавательный бассейн, теннисные корты, фитнес-центр, бары, кафе, рестораны, паркинг и тому подобное. Так что, если у вас завалялась где-то яхта, то welcome. Вечером же набережная Марина начинает жить совсем другой жизнью. Оживают рестораны, кафе, бары, открываются дискотеки, начинается веселье и кутеж. Так что, любителям такого времяпрепровождения, безусловно, нужно идти сюда. Ну вот мы уже и в центре, мы подбираемся к улице баров. Тут народу намного больше, намного больше магазинов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА